Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю своим парфюмерным флаконам и также пробникам, тестерам, миниатюрам, которые я в последнее время разнашивала и о которых у меня сложилось впечатление, мнение. Я хочу с вами поделиться им. Итак, начнем, наверное, с пустых парфюмерных флаконов. У меня рано или поздно она должна была закончиться. Шанель номер пять Eau de Parfum. Очень красивый аромат. Я уже миллион раз говорила. Все, закончилось. Пока не буду покупать. У меня есть моя премьерная пятерка. Ну вот когда вот он уже был такой на исходе, уже там прям на донышке, на донышке, я надушила свой шкаф внутри с одеждой. Теперь, когда открываю, у меня вот этот вот безумно элегантный аромат. Обожаю. Обожаю пятерку. Люблю всем сердцем. Закончится премьерная. Куплю опять Eau de Parfum. А может быть, если будет возможность, куплю и буду ими обоими пользоваться. Люблю я их очень. Люблю. Это, знаете, такая классика. Это классика вне времени, элегантность, классика. Для меня это вот прям такой шик. Ананда. Закончилась Ананда. У меня уже есть новый флакон. Вот хорошо она у меня идет. Она у меня хорошо идет уже в течение нескольких лет. И дома, и на природе, и на работе. Аромат, вот знаете, несмотря на всю ее какую-то легкость, он очень цепляющий. Он очень такой сложно скроенный. Там очень много ингредиентов, много подводных камней. Ну, подводных камней таких хороших, которые ты любишь, которые ты хочешь разглядеть, разнюхать, расслышать и так далее в этом аромате. Очень классный. Очень классный аромат. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Мне кажется, один из самых лучших у бренда Mikalif. Диорисима, это туалет, у меня закончилось. Носила ее и в жару, и в прохладную погоду в разное время суток. Не знаю, классные, классные хрустальные, очень натуралистичные фирменные диоровские ландыши, за которые я, собственно, любила этот аромат. Но, тем не менее, покупать себе больше не буду. Очень нестойкий. Ну, вот прям максимально нестойкий. Если вы хотите и благоухать весь день, вам придется носить вот этот вот флакон, что не очень, наверное, хорошо. Если я и повторю, наверное, Диорисима, то уже в винтаже у меня мечта попробовать Диорисима. Ароматы именно в винтажных версиях, поэтому я пока ищу здесь на ebay в Австралии, но пока не нашла. Пока не нашла, их там, собственно, нет. Ширги от Сержа Лютанца закончился, и уже новый флакон стоит в моем шкафу. Это мой, как говорят, парфюмерный якорь, мои воспоминания, ностальгия и так далее. Обожаю, обожаю ширги, должен у меня быть всегда. Он закончился, и закончился у меня Ботеговинетта. Ботеговинетта классическая версия, это уже вторая. Второй флакон 75 мл Eau de Parfum. Фантастический аромат. Я знаю, многие после моих видео приобрели себе его, и многие мне очень много приятных и благодарных слов написали, что вот я подсказала этот аромат. Ребята, от всей души вот рекомендую. Это шик, это шик, это элегантность, это такая вот, знаете, необычайная красивая замша. Тамша кожа, он великолепный, он великолепный, его нужно пробовать, его, знаете, вот ему можно петь оды бесконечно, но пока вы не пойдете и не понюхаете, не нанесете на свою кожу, пока вы с ним не походите весь день и люди не будут вас спрашивать, что на вас такое, вы не поймете, что это такое. Это вот, это кайф, это такая находка. Этот аромат даст фору любой вообще, ниши и так далее. Он, мне кажется, такой вне времени, очень красивое прочтение именно кожаных ароматов, бесподобный. Следующий аромат, который у меня закончился, это вот такая маленькая пробирка, вот еще на донышке осталось, но я вам просто покажу, потому что вынесла уже свое мнение. Это Серж Лютанс, Рахат Лукум, ну не очень видно, но верьте мне на слово. Вот такой отливант я себе заказывала. Что хочу сказать, магия, магия этого миндаля, когда вы только его наносите, знаете, вот такой миндаль, вот который хочется слопать, он миндальный, немножко сладкий, немножечко даже с каким-то засахаренный, даже немножко с карамелью. В общем, что-то такое вот очень, ну прям реально, вот съедобно вкусное и обворожительное. Эта магия так быстро проходит в этом аромате, может быть на моей коже, то есть это слетает за 10 минут, наверное. То есть как бы я ни обливалась, вот тут у меня пробирка, верьте мне, я аккуратно его наносила и на одежду наносила. И старалась просто вообще облиться вся, не работает. Не работает, не знаю, совершенно нестойкий, может быть это разбавленный какой-то мне пробирку подсунули, но отсюда пахнет восхитительно. И на старте он восхитительный. Потом вся эта магия. А появилась у меня вот такая вот миниатюра, Arpège от Lanvin. Это у меня Eau de Parfum. 5 миллилитров и, как я там пробивал, что-то пробивал, в общем это что-то там 90-е годы. Да, если сравнивать вот этот аромат с моим ароматом Arpège, который вот мой современный, это небо и земля. Это небо и земля, это настолько, ну как будто два разных аромата. Ну что-то там проскальзывает общее, но тем не менее, ребята, я в шоке. Я на одну руку нанесла, один, а на другой другой. Вот это вот я хочу прям такой большой-большой флакон. Хочу флакон большой, хочу себе духи чистые, хочу, в общем, ну вот хочу винтажный Arpège. Хочу не могу, еще на ebay нету пока. А что здесь? Если мы говорим про современную версию, там мыло, мыльность такая вот прямо альдегидная, когда уже аромат в прошествии какого-то времени, здесь ее намного меньше. Она присутствует, ну как-то так, на подпевках, здесь больше цветов. Здесь больше медовых, белых, обворожительных совершенно цветов, таких причем жирных, маслянистых, вот белых там, если мы говорим про жасмин, про лилию, про туберозу, вот все вот это вот такое. И здесь, как ни странно, меньше индольности. Вот в современном аромате индольности очень много. Это потрясающе. Это потрясающий аромат. Такой, вы знаете, вот прям хочется постоянно себя нюхать. Я помню, нанесла вот сюда себе, просто я засыпала с ним, и вот стойкий, прекрасный, восхитительный. Вот сравнила, делюсь впечатлениями. Два разных аромата. Аромат. Вот такие дела. Следующий аромат, которым я вам хотела рассказать, это вот такой аромат Tiffany & Co. Shea. Такой вот аромат. Я, когда я его только нанесла, я прям восхитилась. Я думаю, ой, ну вот как я хотела вот такое что-то хрустальное, на полутонах, такое на цыпочках. Такой аромат для балерины. Аромат такой белый лебедь, такая воздушная, летящая, такая вот прям сама элегантность, сама нежность, сама легкость, тонкость и так далее. И вот эта вот элегантность, она в этом аромате присутствует, особенно в начале. Особенно в начале вот он немножко цитрусовый, немножечко, ну, цитрусовый там совсем немножко. Немножко такой водный, немножечко цветочный, Но такой вот прям, знаете, нежный-нежный. Нежный-нежный-нежный-нежный-нежный. И я прям даже подумала, ой, какой красивый, элегантный аромат. Думаю, даже маме подарит. Но потом это все что-то куда-то съехало. Съехало вообще куда-то не туда. И по факту на коже, на моей не осталось ничего. То есть он реально вот протанцевал на мне белого лебедя. Где-то минут, ну, может быть, полчаса. Окей, полчаса, и все. И все. База никакая, ну, вообще никакой. Я не знаю, может быть, что-то там не так с моей кожей. Но вот на мне этот аромат, к сожалению, скатился вот просто вот в какое-то ничто. Хотя такое было многообещающее начало. Ну, наверное, когда вот такие вот легкие воздушные ароматы, они потом куда-то слетают. Ну, вот, например, моя Ананда, она тоже очень легкая и воздушная, но она остается со мной везде. В общем, все это так на любителей. Все это очень индивидуально. Может быть, на ком-то, может быть, на вас этот аромат от Тиффани, он будет совсем по-другому раскрываться. Вот я говорю, что произошло со мной. Как он раскрылся на мне. Следующие три аромата. Нашумевшая линейка, очень популярная, я знаю, Гуччи Блум. Вот у меня здесь три разных варианта. Я их носила, честно, и по один, по-по-по, сначала один, потом второй, потом третий, потом и на одну руку один, потом на другую руку второй. То есть я как бы их уже распробовала и составила свое мнение о них. Значит так, давайте начнем с классического вот этого первого Гуччи Блума. Гуччи Блум. Очень мне нравится упаковка. Упаковка, конечно, такая привлекает внимание, цепляет взгляд. Вот эта вот бутылочка такая нежного, нежного, телесного, такого нюдового цвета, очень сейчас популярного, да? Гуччи Блум. Из всех трех, мне он понравился больше всех. Я, он у меня вот тут. Он, аромат очень базовый и очень такой безопасный. Вот. Он безопасный, если вы работаете в каком-то мегаполисе, в огромной корпорации, в офисе, даже не в офисе, если вы учитель. Если вы какой-то вот, ну, в больнице даже работаете, да? Вот этот аромат, он прежде всего не напряжет вас, окружающих и так далее. Но, тем не менее, вы будете в нем себя чувствовать женственный, такой вот, знаете, изысканный, утонченный, без всяких, там, знаете, лилических отступлений в сторону ниши и так далее. Он вот такой вот прям базовый, каждодневный вариант. На мой, на мой вот, как бы, вкус я его не куплю, потому что, ну, мне тут не хватает. Мне тут не хватает драмы, мне тут не хватает какого-то драйва. Если выбирать вот такие вот ароматы базовые, у меня есть, например, если мы говорим про люкс, Майкл Корс Майкл. Вот я уже предпочла его, он более такой громкий, может быть, но вот, тем не менее, чем-то схожи. Что это у нас? Белые цветы, очень такие сливочные, очень нежные, кремовые, знаете, жвачка Love Is. Вот так вам может пахнуть жвачка Love Is. Помните, вот так сладко, очень так прям вкусно, прикольно. Вот что-то в этом есть тоже, от такого вкуса жвачки Love Is. Вполне себе ничего, вполне себе ничего. Звучит одинаково от начала до конца. Я не заметила никаких отличий, там, каких-то, вы знаете, в базе он раскрылся вот так, или там, наоборот, замылился, запудрился или так далее. Нет, нет. На моей коже вот он вот прям ровно, очень округло, вот от начала и до конца. Не самый, конечно, стойкий. Если вы хотите в нем быть, то вам, наверное, придется его носить с собой. Ну, вариант с утра и до, например, пяти сойдет. Если вы после пяти или после шести пойдете еще куда-то в кафе, то возьмите с собой еще, подушитесь. Так, дальше я вот не знаю, какой появился первый, Аква Ди Фьори или Нетара Ди Фьори. Ну, давайте расскажу про зелененький. Давайте расскажу про зелененький. Зелененький у меня вот здесь. Вот тут вот. Да. Вот тут я его нанесла. Зелененький, знаете, мне показалось, что там есть какая-то нота, может быть, грейпфрута, может быть, каких-то цитрусов, которые я, честно говоря, в ароматах не очень люблю. И вот здесь она как будто бы есть. Опять-таки, он более свежий, он более такой летний, более зеленый. Ну, вот, как мы видим по оформлению, в нем присутствует какая-то горчинка немножечко. Они разные. Они разные, но, тем не менее, вот когда вы их носите в базе, вот где-то это, они очень сильно перекликаются. То есть, я думаю, ну, если выбирать, нет, но все-таки это больше такой цитрусовый вариант, на мой взгляд. Я, честно говоря, не смотрела фрагрантику, есть там кому-то цитрус или нет. Сейчас вы посмотрите и скажете, что цитрусов там нет. И будьте правы, но я их слышу. Я их слышу очень хорошо. Ну, короче, для меня он такой более фреш, более свежий, более такой, знаете, как сок фруктовый, знаете, свежевыжатый. Более такой освежающий, охлаждающий, утренний, отпускной и так далее. Вот что-то такое. О первом я не могу такого почему-то сказать. И последний. Блум Нитари Ди Фьори. Вот с таким черным оформлением. Оформление, конечно, у всех очень такое милое. Это, знаете, интересная история из этих всех трех ароматов. В этом аромате больше всего характера. Больше всего терпкости, какой-то горчинки, какой-то, знаете, коготки уже показали. Ну вот в нем больше характера, больше какой-то, может быть, даже индивидуальности. Это уже такой, мне кажется, директор, директор корпорации может носить этот аромат. Если в предыдущих двух вначале вы не чувствуете никакой спиртовости, спирта, то здесь чувствуется спирт в начале. Потом это уходит и вот остается такая приятная, терпкая, холодная, немножко такая, ну вот, такая статусная. Прикольный. Ну, повторюсь, из всех трех первый блум классический мне нравится больше всего. Еще какая интересная деталь об этих ароматах, мне кажется. Эти ароматы подойдут как первый парфюм. Вот мне сейчас скажут девочкам первый парфюм. Мне кажется, вот классический блум это идеальный первый парфюм для девочки. Ну, я не знаю, у кого какие, у каждого свои границы, когда будет первый парфюм. Мне кажется, 14-15 лет вполне себе подойдет. Вот Гуччи блум вот такой. Он девчачий, он ненавязчивый, милый. Ну и вот все вот эти такие эпитеты с ним связаны. Вполне себе хороши, да. Вот такой вот прям первый парфюм для девочки. Может быть, вполне. Если вы хотите ей подарить какой-то такой вот красивый подарок, красивое оформление, красивый флакон. Вот девочка, мне кажется, будет счастлива. Ну и там на выпускной тоже постарше, если мы говорим уже возраст. Такие дела. У меня еще осталось три пробника, три миниатюры от Гуччи. Пока я их еще не разносила, мне вот хватило вот этих. Буду разнашивать, буду делать дальше такие видео. Если вам интересно, пишите, пишите, что вы думаете об этом направлении Гуччи. Гуччи, как вам эти ароматы, какие у вас пустые флаконы, что у вас закончилось. Всегда интересно с вами общаться. Все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чау-чау. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok